Привет, что у вас Кристина, и ваша проблема, она достаточно, я бы не сказал, что она сложная. Она именно, знаете, такая, неявное выращивство. То есть, прежде чем понимать, чем вызвана ваша, скажем так, блокировка эмоций, сперва надо бы ответить на вопрос такой, а с чего это все началось. И на первый взгляд, конечно, все очевидно. Началось это с того, что вы встретили не свободного мужчину. Увидели, что он хочет быть с вами, и начали им манипулировать. И вот здесь возникает первый вопрос. А почему вы выбрали себе именно не свободного мужчину? То есть, почему вы обратили внимание именно на него? Ведь не свободный мужчина с повышенной долей вероятности может вам не дать того, чего вы хотели бы. С повышенной долей вероятности такой мужчина может вас, скажем, предать, унизить и как-то еще. И вот это первый вопрос, на который мне хотелось бы, чтобы вы подумали ответ. Причина, по которой вы выбрали этого мужчину. Вы пишете, что отношения ваши начинались ярко, насыщенно. Мужчина не был свободен, у него к вам тоже возникли чувства. И вы начали поступать эгоистично, когда пытались им манипулировать. То есть, вы делали это для себя. Вы, как бы это сказать, не заботились в тот момент о том, что мужчине, как мужчине будет хорошо, как мужчине приятно. Вы родились, чтобы он был слабым. Это означает, что, возможно, вы испытывали потребности в этих самых чувствах еще и раньше. Просто тогда, до отношений, это не было так, возможно, знаете, ярко выражено. А сейчас это стало более сильно у вас проявляться после того, как вы, ну, условно говоря, условно говоря, после того, как вы побывали в этих отношениях, скажем так. Так, и отсюда давайте мы с вами сделаем такой несложный вывод, вывод, что у вас изначально, вероятно, по всей вероятности, изначально были определенные проблемы, связанные и с мужчинами, и со своей самооценкой, и с тем, как вы позиционировали себя в отношениях. Потому что, в противном случае, вы бы не стали манипулировать мужчины и стремиться к тому, чтобы он был с вами, ну, скажем так, любой сыной. А далее вы пишите, что переживаете душевную травму, потому что вас недооценили и бросили. А видите ли, ваша душевная травма, она вызвана тем, что вы слишком многого ожидали от этих отношений. Вы слишком многого хотели от этого мужчины, хотели всего того, чего вам, вероятно, не хватало. И это не связано с такими характеристиками, с такими моментами, как желание обвести семью, желание быть вместе с мужчиной и так далее. Почему? Потому что семья – это то, что люди образуются в результате взаимодействия, в результате отношений. И если вы хотели какую-то свою идеальную семью, то у вас был образ отношений, под который вы осознанно или неосознанно пытались подогнать своего молодого человека, своего мужчину. Из того, что вы пишите, что вы переживаете душевную травму и так далее, можно сделать вывод, что да, возможно, вы как раз таки имели некий образ этих самых отношений, которые и пытались воплотить в жизнь. И именно потому, что у вас есть образ отношений, образ, может быть, вашего мужчины, может быть, вы хотите семью и активно двигаетесь в этом направлении, потому что вы понимаете, что уже пора. А именно поэтому вы переживаете так сильно, вас лечили того, чего вы хотели. И мужчина для вас выступает в данном случае действительно как человеком, который вроде бы как пообещал вам, пообещал вам вроде бы отношения, но при этом никаких отношений вам он не дал. И вы из-за этого чувствуете вот то, что вас недооценили и бросили. Но ведь он не был свободен. Вы, когда начинали с ним отношения, если бы вы были независимы, независимы от него, если бы вы были независимой женщиной, которая актом своей воли выбрал этого мужчину для того, чтобы провести с ним какое-то время, то вы бы совершенно спокойно это пережили. Знаете почему? Потому что, если мужчина вас не оценит, если мужчина сам к вам не пришел, то это значит, что у него серьезных чувств к вам не было. А вы восприняли бы это, ну, скорее, как, знаете, как нечто такое правильное, нечто нормальное, нечто положительное для себя, именно в силу того, что мужчина вас не оценил. Вы же испытываете сейчас фрустранцию. И таким образом получается, что нужно вам сделать следующее. Нужно отграничить отношения, желания этих отношений от чего? От ваших личных желаний. И нужно отказаться от образа отношений, дабы людей воспринимать, ну, людей, мужчин, да, воспринимать такими, какие они есть. И вот ваши эмоции заблокировались потому, что вы обманулись в собственных ожиданиях. Ваши ожидания были одними, а получилось-то совершенно другое. И из-за этого вам, естественно, тяжело сначала. Вот и нужно вам понять, что у вас существует на данный момент определенная зависимость. Зависимость, я имею в виду, не от кого-то, но, вообще-то говоря, формально у вас зависимость от вашего мужчины сейчас. Но, фактически, у вас зависимость от любого человека, который может, по вашему мнению, дать вам то, чего бы вы хотели. И вот в этом заключается вся суть. У вас не получится построить нормальных отношений вообще до тех пор, пока вы будете рассматривать мужчину как средство для достижения каких-то своих целей. Неважно, какие это цели, будь то семья, будь то отношения, будь то что-то еще, не важно. И, как правильно вам сказал мой коллега, необходимо пересмотреть вообще, говоря, тот самый образ мужчины, образ вашего молодого человека, который вам был нужен. Потому что, ну, вы его сделали, этот выбор, выбор своего мужчины, да, вы сделали его, судя по всему, потому что мужчина к вам проявил какое-то внимание. Вот, прошу прощения, если в этом аспекте я ошибаюсь, если я ошибаюсь, то извините, пожалуйста, я не хотел вас как-то обидеть или задеть, но убедительно прощу вас, что если это действительно так, то чтобы вы, как следует, этот момент для себя выделили. Вы выбрали мужчину потому, что он обратил на вас внимание. Это значит, что проблемы с самооценкой у вас были уже до того, как вы, значит, ну, как вы это заметили. Прямо в обративном случае вы бы им не манипулировали бы. В обративном случае вы бы не прекращали общение, потому что, ну, это выбор мужчины, да, связывать с вами свою жизнь или нет. Но вы прекратили с ним общение, потому что вам неприятно, потому что он не соответствует вашим ожиданиям. И это значит, что проблемы с самооценкой у вас были еще раньше, к сожалению. Просто вы об этом, ну, вы этого не замечали. А почему? Ну, нужно разбирать. Нужно разбирать вашу жизнь, анализировать ее. Где-то в какой-то момент вы начали поступать неправильно. Может быть, проблемы идут из детства, может быть, неудачный опыт личных отношений с мужчинами у вас. Ну, много, может быть, разных причин. Тем не менее, пока они не разобраны, нельзя говорить о том, что вам можно будет помочь. Нельзя говорить о том, что вам можно оказать соответствующую помощь. Дальше. Сколько остается депрессия? Понимаете, в чем дело? Тут момент вот какой. Депрессия – это заболевание. Это психическое заболевание, которое, ну, вообще-то говоря, диагностируется врачом. И до тех пор, пока диагноза у вас нет, давайте не будем говорить о том, что у вас именно депрессия, давайте скажем, что у вас депрессивное состояние, которое продиктовано наличием определенных внутренних установок, негативных внутренних установок. Соответственно, проработка этих негативных внутренних установок, по-моему, поможет вам освободиться от данного состояния. То есть нужно понимать, что то, что с вами произошло – это не суть проблемы. Это ее форма. А в корень проблем скроется несколько глубже. Он скроется в том, что, скорее всего, с вами происходило еще разы. Ну, какое-то время назад. Просто мы об этом не замечали. И вот именно с этим нужно сперва работать. То есть, подводя такой итог, хочется сказать вам следующее. Ну, резюмирую. 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 Хочется сказать следующее. Ваши отношения с мужчиной вскрыли проблемы, которые были у вас ранее. И вот эти проблемы нужно решать. Чем раньше, тем лучше. Вы можете сами работать в том направлении, которое я вам описал. Можете обратиться к специалистам, хотя бы на нашем присутствии. А что делать – решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok